привет друзья а сегодня вообще выходной день и планировали снимать совершенно другой сюжет вот видите у нас вокруг природа костер но позвонили ребята говорят что сегодня с утра к нам приехал спортаж 2.0 кд и будет очень интересный интересный сюжет потому что собственник принял решение немножечко обновить свою машину и превратить двигатель 2.0 кд в 2.4 ну фактически к е со слов владельца он с достаточной регулярностью менял масло 78 тысяч но загремел начал есть масло соответственно нужно капиталить нужно капиталить разобрали двигатель посмотрели что внутри сейчас все это покажем тут кстати прикольно опору прикрутили на кривой болт внутри рассада можно помидоры выращивать но это вероятно последствия легкого оффроуда в цилиндрах задиры третьему цилиндр досталось больше всех юбки поршней можно использовать вместо точильного камня поршни черные отложения стенки двигателя имеют тоже явные следы отложений в общем все как всегда ну а здесь к сожалению звук не записался это константин рассказывает собственнику о том что в самом худшем варианте когда уже совсем большие задиры и геометрия блока уплыла края поршня начинают бить по головке ну а когда проворачивает шатунный вкладыш поршень получает еще больше ход ну в общем радости в картину это не добавляет и это уже финал пора чинить двигатель приехал клиент вовремя потому что да есть задиры да есть есть предпосылки для того чтобы гильзовать двигатель но колено живое совсем живое поэтому был было выдвинуто предложение почему бы нам взять и не переделать двухлитровый двигатель в 2 и 4 ну по сути в к и только у нас масляный насос будет от к д без балансиров в итоге клиент сказала почему нет а давайте хочу больше мощности хочу ну практически новую машину чем отличаются один двигатель от другого тем что в к д у нас поршень диаметр поршня 86 миллиметров шатунная шейка в 2 и 4 имеет больший ход и цилиндр там 88 миллиметров и в принципе все то есть по сути мы меняем завод на завод и при этом еще и остается старый номер двигателя то есть нам не нужно вносить никакие изменения но разве не здорово да это услуга это услуга платная как и собственно все ремонтные работы да это стоит денег да это дороже чем обычная гильзовка чем обычная капиталка но черт возьми кому не хочется через 230 тысяч пробега получить фактически свой старый любимый автомобиль с новым двигателем у которого большая мощность но ведь всем же хочется по ураганить правильно да может быть не очень сильно но я вас уверяю 149 и туда поближе к 180 это заметная разница ну и просто всем рассказывать что у меня спортаж 2 и 4 но это чертовски приятно окей пойдемте в цех посмотрим как все это выглядит мы решили немножко сменить планы решили прогуляться сегодня классная погода вот спонсор потрясающего звукового фона аэроэкспресс спасибо ребята они ездят с промежутком в полторы две минуты мы наверное раза четыре пытались что-то снять но но это просто невозможно поэтому все он уехал пока поехали посмотрим что у нас в цехе знаете друзья тут недавно один из подписчиков я об этом сделаю прямо мы сделаем об этом отдельный выпуск я буду отвечать на комментарии подписчиков особенно на какие-то агрессивные комментарии прямо вот так вот формате видео будем это обсуждать а был один из комментариев на тему того что я всячески пытаюсь прорекламировать киа потому что хочу чтобы больше людей покупали автомобили киа для того чтобы у нас было больше клиентов друзья киа и вообще корейский автопром это одни из самых популярных если наверное самые популярные автомобили вообще в россии на сегодняшний день и такое количество людей которые ездят на на киа и на хенды которые хендай что я сильно сомневаюсь что есть какая-то нехватка в клиентах более того обслуживание автомобилей такая штука которая происходит из месяца в месяц из года в год это не тот случай когда нужно стимулировать продажи киа тем более мы эти машины не продаем пропусти пожалуйста добрый человек спасибо вот например сейчас мы едем в к 5 классная машина кто-то скажет одноразовая кто-то скажет не здорово кто-то скажет не едет но с чем сравнивать разумеется bmw m5 едет скорее всего побыстрее а так по большому счету что мы имеем за два с небольшим хвостом мы имеем машину которая очень комфортно для водителя у меня рост 198 сантиметров мне безумно комфортно в этой машине я очень комфортно помещаюсь мне приятно от того что я вижу мне приятно я киностатик я трогаю руками мне приятно трогать эту машину мне приятно трогать этот руль мне приятно видеть эту магнитолу мне приятно прикасаться к селектору кпп здесь нет ничего ужасного и за два с хвостом ты получаешь машину которая едет хорошо звучит здесь неплохая музыка даже штатная здесь реализована очень интересная система даже это не звукоизоляция это своеобразное шумоподавление то есть колонки динамики в этой машине работают спикеры работают в противофазе то есть микрофон в машине снимает звук да и компенсирует его таким образом скорее всего сейчас микрофон может записывать на нашу камеру может записывать какие-то небольшие такие провалы по звуку вот это не косяк нашего микрофона это как раз таки работает вот эта активная система шумоподавления в итоге глобальной какой-то шумоизоляции здесь в дверях в порогах нет у нас машина без панорамы поэтому в крыше тоже ничего сверхъестественного нет железо и обивка и все вот но в машине достаточно тихо классное решение классное решение то можно купить за эти деньги кроме китайцев так особо то и ничего по крайней мере в такой комплектации в таком комфорте есть мои любимые бмв которые дарят эмоцию в этот автомобиль дарит эмоцию он дарит эмоцию своим экстерьером он агрессивным классные у него очень классно выглядит передняя оптика задняя оптика сбоку сзади спереди он классно выглядит но если посмотреть на такие автомобили как например на бмв вот этот автомобиль практически ну практически в базовой комплектации практически в базовой комплектации а что в базовой комплектации например в том же самом бмв вы даже представить на россии не можете какой это шикарный аромат вот этого с ног сшибательного пластика который кричит тебе ты не заработал нищеброд ты нищий ты не смог купить нормальную машину в нормальной комплектации поэтому вот тебе на самом деле единственное чего не хватает расскажу у моей тещи бмв x1 не в самой первой комплектации но такая вот средненькая знаете как у меня первый вопрос был где за эти деньги мой мой масляный щуп а его нет его нет там есть электронный и фишка этого электронного щупа примерно такая он работает очень странно и показывает две вещи по крайней мере я видел одну а уровень масла ну где-то где-то у тебя уровень масла от нуля от минимума до максимума где-то там то есть масло есть судя по всему второй вариант он показывает двигатель заклинило я сомневаюсь что миска это промежуточный потому что он каждый раз показывает что-то такое спорадическое вот ладно черт с ним другая история toyota надежно окей хорошо надежно хотя можно посмотреть кучу всяких роликов но блин ты получаешь без эмоциональный автомобиль хочешь надежную тачку и просто на ней ездить из пункта а в пункт б окей можно конечно купить toyota camry но еще проще купить киа рио на 16 двигатель fc который fc и ездить на нем до одурения будет он тебя возить из точки а в точку б а покупаешь ты camry и что ну да машина побольше ну да чуть симпатичнее салон возможно сейчас наверняка посыпется куча негатива на друзья я правда я я добрый не надо не надо плохие комментарии писать вот я же отвечать по работам у нас все было стандартно снятие установка сборка разборка двигателя гильзовка блока цилиндров мойка радиаторов разумеется мы не успели все это снять пока ехали знакомиться с хозяином и его машиной парни успели проделать практически все эти процедуры мы капиталем огромное количество двигателей и для нас это обычная ежедневная работа так например одна капиталка занимает в среднем 3-4 дня иными словами даже если вы живете в другом например городе в другом регионе то можете смело отправить нам свой двигатель и с момента как мы его получим до момента когда он уже в исправном состоянии поедет к вам пройдет порядка 3-4 дней контакты как всегда будет в описании поэтому welcome ну а возвращаясь к работам по нашему трансформеру что еще было сделано был удален катализатор разумеется был поставлен установлен пламя гаситель прошиты был ну и разумеется мы все собрали обратно и получилась эта пушка парни ну согласитесь здорово когда самые важные работы в твоем автомобиле делает тот кому можно доверять а сейчас пришло время посмотреть на то что получилось поехали ни хрена себе да ладно ни фига себе да ну нафиг простой так не едет точно не простой точно так не едет но это это круто это прямо вообще бомба сейчас такая да да отсечки в принципе ну да вот еще не обкатаны пока нельзя так ну да мы так не будем больше делать это круто как вообще ощущение на ощущение надо еще привыкнуть пока не привык до конца еще как-то раньше нужно было вызывать и ну крутите сейчас она с низов едет ну то есть прям тяга появилась она тянет как паровоз 1 2 обалдеть спокойно стала вытягивать с низов хорошо но это прям очень потому что я сижу сейчас справа и меня прям болтает в кресле обалдеть но свое дело еще делает на самом деле механика то есть первая передача сейчас как бы практически не нужно так куда-то ползти только если да ну только тронуться в принципе со второй передачи но даже сейчас можно притормозить получается оборотов тысячи наверно за и вторая передача и она поехала раньше так это так не получалось хотя бы минимум полторы тысячи должна была быть ну чтобы на второе она ехала как-то ну понятно сейчас стало это более практично больше трех тысяч оборотов крутить даже не хочется то есть как это раньше если это было 4000 чтобы она как-то ехала живите сейчас тогда 3 понятно понятно это круто как вообще ощущение вот есть ощущение такого вот как как в детстве когда новая игрушка и велосипед новая машинка если честно то такого прям восторга такого дикого нет не знаю как-то мне просто наверное это не очень эмоциональный знаешь такой человек мне нужно сначала все это осознать понять скажем да мне точно не помню 78 500 стоимость работ и 130 с чем-то тысяч это запчасти получилось так понятно ну и плюс нужно еще форсунки все-таки покупать новые ясно форсунки там получились чуть порядка 2 2 400 за штуку 2 900 900 оригинал да оригинал 2 900 ну понятно ну круто круто ну замечательно значит все доделаем поменяем огонь потрясающего вечера классных приключений еще многих сотен километров и удачи спасибо парни сижу отсматриваю снятый материал и вдруг понимаю что я сказал маленькую неточность я говорю что первый выезд это не первый выезд так получилось что когда машина была в ремонте вернее когда ремонт закончился виталий клиент в приехал выходные и забрал машину я не успела снять этот самый момент замечательный когда вот этот первый самый старт и выезд вот и в итоге на момент записи виталий смог уже уже успел сколько он отъездил 150 или 180 километров вот так что это не самый первый выезд самый первый наш совместный выезд на этом автомобиле ну конечно ощущения обалденные просто обалденные я настолько не ожидал что он поедет так я настолько не ожидал что ну плюс это еще ручка эта механика это конечно бомба потому что во первых он подхватывает совсем с низов во-вторых у меня было ощущение что еще немного я сейчас отстегнусь и пересяду на заднее сиденье это это круто это действительно круто эта трансформация действительно действительно стоит времени денег усилий вложенных времени ожидания это здорово это здорово ну что друзья подписываемся ставим лайк кликаем на колокольчик это важно для меня очень важно для нас всех очень важно не жмитесь вот потрясающих вам дорог на всех перекрестках зеленого света с вами был евгений денисов ой ничего не измеряем не просто видео пишем а то в том году у нас такие работали хотели это изоляцию делать от дорог железный а потом всех закопали за на всех закопали ну почти все вот тут такие глубокие рыли там этим буром каким-то спросил сказали там без изоляцию хотят ну как она это было бы это было бы очень кстати ну вот а все это было бы очень интересно